Готовы к труду, обороне и воспитанию детей, славянские учителя сдали нормативы ГТО. Наши корреспонденты побывали в Центре спортивной подготовки и убедились, что педагоги находятся в прекрасной физической форме. Сдать нормативы ГТО и проверить свою физическую форму решили около 200 славянских педагогов из школ, техникумов, филиала КубГУ и спортивных учреждений. Со спортивным праздником учителей поздравила начальник управления образования Оксана Дорошко. Дорогие мои коллеги, не случайно славянский район находится на педагогах в спорте, потому что основная масса у нас, педагогов, это те, кто любит свою профессию, кто любит свой труд, кто любит спорт. А если спорт любим мы, спорт полюбим и наши дети, потому что педагог, у которого блестят глаза, он всегда сможет увлечь за собой своих детей. Чтобы школьник вырос всесторонне развитым, в том числе и физически, необходимо, чтобы сами педагоги тоже дружили с физической культурой и спортом. Ведь, как известно, лучший пример – это собственный. Очень важно принимать участие в данных мероприятиях, в сдаче ГТО, тем более руководителю со своими коллегами, вместе, рядом. Мы за здоровый образ жизни, мы всегда принимаем активное участие в соревнованиях подобных. Участвуем в сдаче в Комска ГТО, также в спорта геандах трудящихся. Это очень здорово, это сплачивает коллектив. Многие из учителей нормативы ГТО уже сдавали и даже получили золотые значки. Однако, отказываться еще раз пройти все испытания не стали. Хорошая физическая нагрузка пойдет только на пользу, уверены они. Я в ГТО имею непосредственное отношение, я с самых первых фестивалей водила туда детей. Когда появилась возможность сдавать самой, решила попробовать. Золотой значок у меня уже есть на данной ступени, поэтому я просто проверяю свои силы. Мне интересно, на что я еще способна. Учителя, несмотря на то, что большинство из них сидячая работа, достаточно легко справлялись со всеми испытаниями. Прыжки в длину, качание пресса, стрельба, отжимания – им оказались под силу. Выполнение нормативов хорошо показывает сильные стороны подготовки, как и то, над чем стоит поработать в дальнейшем. В конце концов, здесь не будет проигравших. Все участники получат положительный заряд энергии и в школы вернутся готовыми к труду и обороне.